В минувшую пятницу в актовом зале Дома культуры Бличепсинского сельского поселения собрались жители аула, чтобы обсудить проблемы и задать интересующие их вопросы. В работе собрания граждан приняли участие глава района Заурха Мирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, депутаты, руководители отделов и служб муниципалитета. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития поселения, санитарного состояния населенного пункта и многие другие. В своем отчете перед жителями глава сельской администрации Каплан Шевгенов проанализировал практически все сферы жизни на подведомственной территории. К 1 ноября текущего года в результате хозяйственной деятельности отремонтированы крут новые дороги местного значения на общую сумму 894 700 рублей. В рамках программы «Контакс на развитие сельских территорий» дорога по улице Сальмана-Болокова реконструирована. Заасфальтирована оборудованный тротуар, парковка и ограждение в районе школы на общую сумму 22 346 220 рублей. На этой неделе в целях безопасности дорожного движения на этой же улице установлены искусственные неровности в количестве трех со светофорами и пешеходными переходами на общую сумму 1 млн 64 250 рублей, из которых 106 000 рублей со финансирования из местного бюджета. Подготовлен проект межеванья земельного участка под строительство тротуаров по улице Шоссейной на общую сумму 50 000 рублей. Работы переданы в управление автомобильных дорог Адге и Автодор для дальнейшей реализации строительства. Работы запланированы на следующий 2023 год. Подготовлена проектно-смертная документация по реконструкции улицы уличного освещения по улице Сульмана Балокова. Стоимость проекта составила 350 000 рублей. Проведены электромонтажные работы по установке фонарей уличного освещения и замене ламп на общую сумму 591 000 рублей. В рамках инициативного бюджетирования Министерства финансов Республики Адыгея возле детского садика номер 5 благоустроена парковая зона на сумму 580 000 рублей. Из них 370 000 рублей – это бюджет Республики Адыгея, 89 000 – местный бюджет и 121 000 – это денежный вклад жителей аула. Хочется в этой связи выразить слова благодарности в адрес всех неравнодушных жителей аула, внесшим свой посильный вклад в реализацию данной программы. Материальная помощь с начала года в рамках программы «Социальная поддержка граждан» оказана семерым жителям на общую сумму 255 000 рублей. Приобретено 18 комплектов для новорожденных на общую сумму 35 118 рублей. 17 юбиляров, достигших возраста 80 лет и выше, получили поощрение на общую сумму 34 000 рублей. В рамках федеральной программы «Спорт норма жизни» на территории школы построена так называемая «умная площадка» стоимостью около 22 миллионов рублей. «Спорт площадка» включает в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки с искусственным покрытием, беговые дорожки, установлены трибуны, установлены уличные тренажеры и комплект оборудования для взрослого и детского воркаута. Особенность «умной площадки» состоит в том, что будет общедоступное место со свободной зоной Wi-Fi, то есть доступом в интернет. Возле спортивных снарядов нанесены QR-коды, чтобы каждый посетитель мог получить видеоинструкцию, выстроить индивидуальную программу тренировки и следить за правильностью выполнения упражнений. С момента обрешения строительства дети и взрослые с удовольствием посещают площадку в вечернее время. В день защиты детей, 1 июня, в центре аула были установлены аттракционы с угощением на бесплатной основе. И дети с большим удовольствием посетили их, приняли участие. В сентябре месяце на территории школы был проведен этап турнира по черкесским играм по таким видам, как стрельба из лока, амрестлинг и футбол. Победители этапа вышли в финал, где заняли призовые места. 25-26 ноября в городе Майкопе состоится всероссийский турнир по панкратионе в честь нашего земляка, героя Советского Союза Алии Суфовича Кошева. Команда представителей аула принимала участие в таких культурных мероприятиях и конкурсах, как «День Хадюжа», «День Тайквы», в которых команда наша заняла множество призовых мест в обоих конкурсах. Актуальным вопросом сельской администрации был и остаётся благоустройство населённого пункта. В докладе этой теме было уделено важное внимание. В текущем году администрации поселения совместно с работниками бюджетной сферы, депутатами и жителями аула проведены субботники по наведению санитарного порядка на территории поселения. Регулярно проводится мероприятие «Чистый четверг». Несмотря на это, регулярно в разных местах появляются стихийные свалки, российской которых вынуждены заниматься работники администрации и неравнодушные жители аула. Хочу сказать, что в этом году стихийных свалок не было, но всё равно хватает, что чистить, что убирать. Надеемся на сознательное отношение жителей поселения к вопросам санитарного состояния своих придомовых территорий и территорий нашего аула. Ведь не зря говорят, чисто не там, где убирают, а чисто там, где они мусорят. И в этой связи убедительно прошу ещё раз следить за санитарным состоянием в своих придомовых территориях. Силу полномочий поселения обязаны содержать в надлежащем порядке, но тоже поймите, одной администрации и работникам бюджетных сфер нельзя в полной мере держать в чистоте территорию аула. Тоже внесите свой вклад. Убедительно ещё раз прошу. От этого и рождаются ненужные штрафы, ненужные слова. Иной раз дорога не доходит. Я думаю, все всё прекрасно понимают. И регулярно проводился обочин дорог и тротуаров, памятников, белкодеревьев. Высажено 30 саженцев липы и 20 саженцев дикого каштана. Это в районе родника, как с моста съезжающихся по левую сторону. Летом проведены ремонтные работы по улучшению напора воды в трубах системы водоснабжения. Произведены и заменены глубинных насосов на более мощные, после чего ситуация с напором воды заметно улучшилась. В начале 2023 года систему водоснабжения планируется передать в аренду. Будем в дальнейшем работать над улучшением системы водоснабжения и качеством предоставляемых услуг по водоснабжению. Глава поселения озвучил ещё немало планов, как сделать своё поселение чище и краше. Реконструкция уличного освещения по улице Сальманово-Болокова в рамках республиканской программы энергосбережения и энергоэффективности. Как я уже и говорил выше, соответствующий проект уже готов. Строительство тротуара по улице Шоссейная. От первой остановки до второй на всём протяжении планируем сделать тротуар. Планируется провести капитальный ремонт школы, установка камер видеонаблюдения на территории природно-исторического памятника родних. Дальнейшее участие в программе инициативного бюджетирования. В конце своего доклада хотел бы озвучить проблемные вопросы, которые имеют место быть сегодня на территории поселения. Это проблема бродячих собак, проблемы безопасности дорожного движения, управление автотранспортными средствами, состояние алкогольного опьянения. В этом году 13 человек лишены права управлять автотранспортным средством, что на 5 фактов выше аналогичного прошлого периода. В прошлом году было 8 таковых. Належащее содержание кладбищ, улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению жителей ООЛа. В заключении своего доклада хотел бы поблагодарить главу Республики Адыгея Кункилова Мрада Коробьевича, районную администрацию, лично главу Кашкабского района Хамирзова Завра Скорбьевича, председателя Совета народных депутатов Кашкабского района Рианцева Александра Оренкиновича, за поддержку наших начинаний, абсолютно всех, за улучшение качества жизни наших жителей. Все мы увидим, какие преобразования в ООЛе произошли и происходят в последние несколько лет. Наших руководителей предприятий, организаций всех форм собственности, депутатов за помощь населению и администрации поселения в работе. Желаю вам всем крепкого здоровья и благополучия, мирного неба. Огромное спасибо за внимание. Далее слово для отчета было предоставлено участковому полномочному полиции Хазрету Кашукову. В органах внутренних дел работаю с 2018 года. В настоящее время работаю на должности участкового полномочного полиции ММВД России Кашхабриск. Обслуживаю административный участок номер 66 муниципального образования Бельщипсинского сельского поселения. Общее количество населения составляет 369 человек. С начала 2022 года на обслуживанном участке оперативная обстановка остается стабильной. Всего на территории Бельщипсинского сельского поселения совершено 9 преступлений, из которых нераскрыто остаются два преступления. Мероприятие, направленное на раскрытие данных преступлений и привлечение к ответственности лиц его совершивших, проводится до настоящего времени. Подавляющее количество совершенных преступлений на обслуживаемой территории относится к категории имущественным. С учетом складывающей оперативной обстановки и ее стабилизации на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия с подчетным контингентом, в котором на обслуживанном участке проживает ранее сидимых 9 человек, условно осужденных 3 человека, лиц, страдающих наркотической беззависимостью, лиц, страдающих психоневрологическими заболеваниями 1, состоящих на учете в ПД 0. В целях выявления и раскрытия преступлений на обслуживанном административном участке проводятся следующие мероприятия. Операция «Быт алкоголь» в ходе которых проводились профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений в социально-бытовых сферах. Проводились лица, состоящие на профилактическом учете, лиц, ранее судимых, осужденных к наказанию, не связанным с лишением свободы, с которым постоянно ведется профилактическая работа. За отчетный период на территории Тлечипсинского сельского поселения выявлено 9 административных правонарушений. Давные правонарушения выявлены сотрудниками ООПа. За отчетный период было зарегистрировано и рассмотрено 48 обращений граждан, которые были зарегистрированы в книге учета и сообщений о преступлениях, которые были рассмотрены в установленные сроки, и по каждому из них было принято процессуальное решение. Также на территории сельского поселения проводились мероприятия по охране общественного порядка при проведении различных массовых мероприятий, посвященных празднованию 9 мая, последний звонок в школах и так далее. За время проведения этих мероприятий нарушение общественного порядка не допущено. На постоянной основе проводятся разъяснительные работы информационных характера с гражданами, то есть развешивание листовок с информацией о том, как вести себя в случае совершения мошеннических действий, о том, что необходимо делать при обнаружении подозрительных предметов о мерах по организации добровольной сдачи незаконно охраняющегося огнестрельного оружия. В режиме открытого диалога, который практикуется на такого рода мероприятиях, жители поблагодарили главу поселения за проделанную работу, а также выступили с просьбами и волнующими их вопросами. Одна из таких – увековечить имя земляка Магомета Балокова, внесший огромный вклад в процветание родного аула. Магомета Балокова, умных различных действий. Детские учреждения, народное образование, медицина, НУЗИХАМЕЛЯЗАРА, САМЫРЖИСЫ, МУЖЛИМИ ГАДАХАНСКИ НУЗИХАМЕЛЯЗАРА, ИБЫЛЬШКИ ИМИЛЬХАРА, МИШАЗАМ КАЙГАНЯКУ Все предложения все, но бы за место гора определить целое, яйца увекоменчат чину, обходы предложения, если как-то вставать, а постановление, видимо, что, кстати, хавдхану гарнити, архагахару зухой. И руководство, администрацию, депутат, 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 все лично, удовлетворительные линии, удовлетворительные линии. Хорошая цель кейзот. Чупа, гад, ехат, 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 ехат ехат, Садами, Охичану и Газахи. Видимо, администрация сельского поселения проявится дальше и будет работать здесь. И новый район, Тамаду, Багагахи, администрация в Таурхамирзов. В свою очередь, глава района Заурхамирзов поддержал данную просьбу и поручил главе поселения решить вопрос в минимальные сроки. В своем выступлении Заурхамирзов рассказал о планах и задачах по благоустройству в поселении на предстоящие годы. Он отметил, что благодаря участию района в федеральных и региональных программах удается решать немало важных вопросов. Так, по Бличипсинскому сельскому поселению на 2024 год планируется капитальный ремонт местной школы. Мы и дальше продолжим делать все от нас зависящее для улучшения жизни на селе. Этими словами Заурхамирзов подытожил свое выступление. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok